Всем привет! После выхода моего последнего видео о проектах, которые вышли в продажу в районе Честермер в Калгари, в комментариях развернулась дискуссия по поводу этого района. Многие писали, что никогда бы не выбрали этот район, что есть районы намного лучше. Поэтому сегодня я расскажу свое видение по этому вопросу и постараюсь объяснить, почему наша компания, 95% клиентов которой это инвесторы, считает этот район наиболее перспективным для инвестиций. Ну, во-первых, сразу скажу, что есть официальная статистика от Real Estate Board Calgary по районам Калгари. Какой район дорожает больше, какой район дорожает меньше. И именно восток даунтауна, то есть восточная часть, а Честермер это основной район востока, подорожал больше всего в прошлом году. То есть по цифрам это выглядит так. Самый меньший подорожайший район это даунтаун Калгари, там продорожание чуть меньше 6%, а Честермер продорожал практически на 20, там 19,6, если мне не изменяет память. Поэтому то, что мы выбрали этот район, это официальные цифры подтверждают, что мы сделали это правильно. Теперь почему? Все районы имеют цикличность. И это как бы основа инвестиций в Real Estate, что надо покупать район в тот момент, когда он подымается. Какой район подымается, какой район падает, что такое вообще подымается и падает. Вот построился новый район. И в течение какого-то длинного периода времени, это может быть 20-30 лет, этот район будет очень хорошим. Потом район начинает устаревать. И он будет устаревать и идти вниз до тех пор, пока земля под постройкой не будет выгодно эту постройку снести и построить новый район. Вот это упадок района. И в таких районах, конечно, покупать нельзя. То есть надо покупать на восходящем цикле. Почему район начинает стареть? Ну, во-первых, есть критерии, по которым люди хотят жить в том или ином районе. Вот смотрите, когда район был построен, там было все новое. И на тот момент там были хорошие дома, тогда казалось, что они хорошие, хорошие комьюнити-центры, хорошие школы. Но со временем это устаревает. Приведу пример. Когда-то было строить дома с 8-фитовыми потолками, это было абсолютно нормой. И люди считали, что это хорошо. Попробуйте сейчас продать что-то с 8-фитовыми потолками. Все хотят 9, а то и 10 фитов. То же самое относится и к дорогам, ширина дорог, школы, которые там строятся, уровень этих школ, парки, комьюнити-центр. То есть тогда это строилось по одним стандартам, сегодня это строится по другим стандартам. Это поменять в районе уже нельзя. Соответственно, новым он станет, только когда это будет сноситься. Поэтому район потихоньку-потихоньку становится все менее востребованным для людей. Люди хотят жить там, где все современное, все новое. Это притягивает покупателя в район. Соответственно, когда в районе построилось все новое, то привлекательность этого района поднимается, и люди хотят там жить. В инвестициях есть две составляющие, почему растет цена. И первая составляющая – это общий рынок. Сегодня рынок дорожает. Может быть, множество разных причин, почему рынок дорожает или наоборот рынок падает. Допустим, сегодня рынок дорожает, и все хорошо. Все районы будут дорожать, и старые, и новые. Но старые районы будут дорожать настолько, насколько в среднем поднимается рынок, а новые районы будут дорожать, насколько в среднем поднимается рынок, плюс непосредственное подорожание самого района, потому что район развивается. Он на сегодня может быть еще не полностью закончен. Он сегодня в стадии развития. И чем больше будет там застраиваться, чем больше он будет становиться лакшери, тем больше людей туда переезжают, тем привлекательность этого района, а, соответственно, цены будут идти вверх. Ну и теперь, почему именно Честермер? Это же не единственный новый район в Калгари. Например, есть Север Калгари, кстати, тоже довольно-таки хорошо дорожает недвижимость в этом районе, но, тем не менее, она проигрывает Честермер. Как показывает статистика Реала Стейтборда, Север Калгари подорожал, по-моему, около 13% за прошлый год. Вернемся к Честермеру. Как начинался этот район? Еще 5-6 лет назад это были просто поля. Там ничего не было, никто там не жил и так далее. Но с этой стороны есть озеро Честермер, и оно давно является одним из мест, где любят отдыхать жители Калгари. То есть там уже были пляжи, там уже было гольф-поле. То есть это была такая деревенская местность. Городу надо расти. Запад развиваться некуда, потому что там начинаются провинциальные парки. На юге тоже как бы расти особо некуда. Там еще есть небольшие районы для застройки, но там тоже уже провинциальный парк. Север и восток – это те районы, где идет развитие. Север в основном застраивается многоэтажными домами, это повыше Кондо. А низкоэтажные комплексы – это в основном как раз вот район Честермер. И он очень стал активно застраиваться. Я скажу, что за пять лет там проведена грандиозная работа. Там сейчас открылись плазы. Великолепнейшая плаза, на которой есть все магазины, которые только можно, включая Коско, недавно была открыта. Это все новое, все прекрасно. Опять же, комплексы, жилые комплексы, которые строятся в этом районе, они уже другого уровня. И район продолжает развиваться. На данный момент это не лучший район города. И я тут абсолютно согласен с комментариями. Но есть очень большая разница, когда вы покупаете для себя или покупаете для инвестиций. Если бы сегодня я рассматривал районы Калгарио для себя, допустим, я сегодня переезжал бы туда, то я бы, наверное, выбрал юг. Это гораздо более развитый район. Там уже практически все построено. И сегодня там прекрасно. Но цены там уже выше. А развитие там осталось, может быть, еще на год-два. И все. Дальше развиваться он не будет. Честермер, восточный рай и вообще восточная часть Калгарио, она строится уже совсем по другим городостроительным планам. Там абсолютно другой уровень застройки. Все новое. И впереди очень большие перспективы. Потому что этот район будет застраиваться еще лет 8-10. То есть весь этот район будет по мере того, как он продвигается, как строятся новые школы, плазы, застраивается жилая застройка, он будет идти в восходящем тренде. И это именно то, что нужно для инвестиций. Не путайте. Когда вы покупаете для себя, это вы покупаете там, где вам комфортно жить сегодня. А когда вы покупаете на инвестицию, вам надо покупать там, где хорошо будет не сегодня, а завтра. Потому что сегодня здесь еще можно купить дешевле, а завтра цены здесь будут даже выше, чем в других районах. Поэтому, когда вы выбираете место для инвестиций, всегда об этом помните. Надо быть там, где шайба будет завтра, а не там, где она сегодня. Продолжение следует...